Всем привет! Сегодня я поехала в Икею, потому что в тот раз я купила коврики, которые не подошли мне по размеру. И они согласились положить вот на эту карточку мои деньги, то есть я их могу использовать в любой момент без ограничений, то есть не как в декатлоне на протяжении двух лет, а когда хочу. Но 20 лир подарочных я могла использовать, поэтому я купила там досочку для нарезки. И раз я уже приехала сюда, в этот район, я решила показать вам еще метро, что же там находится, чтобы вы знали, стоит ли туда заходить или нет. Все для школы, для учеников. Здесь пошли уже стеллажи с игрушками для маленьких, ну и машинки тоже, и школьная доска, столик. Целое отделение полотенец, простыней, маленьких ковричков. Такие вот здесь простыни. Спортивные товары, тренажеры и спортивная форма. Спортивные обувь, также тапочки, ну вот такие, 84 лиры. Ну, понимаешь, что все к евро, к доллару равняется, ну цены, конечно. В этом отделе находятся товары уже на скидках. Ну, например, рубашка 20 лир, но есть и по 40, и по 50. Например, была 59.99, сейчас 39. Курточка была 149, сейчас 119. Я смотрю, здесь именно только мужские товары. Вот, 99 было 79. Штаны, рубашки. Вот, 29, а была 79. Я уже без копеек говорю вам, пожалуйста. 99, это вы сами понимаете, что почти на всех сценах идет это 99. Вот была 24, и стало 14. 40. Там цветные, а здесь именно для отелей белое все. А вот подушки по 40 лир. Мне кажется, это хорошее качество, но не знаю, это надо сесть и попробовать. Ну, и такие обычные подушки по 60 лир, ортопедические. Ага, мягенькие. А эти нормальные тоже 60 лир, то есть разницы в цене нет. И одеяло. Это тоже силиконовые подушки по 25 лир. Видите? Это, наверное, тоненькие они. Ой, Боже! Вообще-то, мягенькие. Ну, например, у нас в отеле очень много гостей. Просто звонили и просили принести именно тоненькие подушки. Стулья для офиса. А вот здесь сумки для ноутбука. Ну, я смотрю, и по 95 лир, и по 200, и по 44, 54. Разные цены. Магнитофоны и еще какие-то штучки, которые, я не знаю даже, что это. И телевизоры здесь тоже продаются. Обувь для работников. Также здесь есть утюги и стиральные машинки. И для чая специальные машины, чтобы готовить. Холодильники. Ой, пылесосы. Есть подушка вот эта темная, она очень твердая, а есть помягче, тем, чтобы посветлее. И все для машин. А уже кастрюлик, сковородок, чайничка. Вот здесь очень много. Я видела, и обычные весы здесь продаются. И вот маленькие тоже есть по 109 и 90 лир. По 4, по 3 лиры. Это не стекло. Оно выглядит как стекло, это пластик. Но очень удобно, тогда не побьется хотя бы. И вот для сладостей. Какая красота. Я прям кушать захотела. Здесь уже подороже, по 8 лир, а вот тоже по 3 лиры. Но вот такое уже используется для запекания сутач. Ну, любое, что в духовке вы хотите, то и запекаете. По 4,5, по 4, по 3,50. Все это я видела в отелях. Оно такое миниатюрненькое, такое классное. И главное, что это не стекло, а пластик, которое не бьется. То есть долго можно использовать. Ну, если на каждый день. Интересно, знаете, что вот эта баночка, да, 3,29. Я ее покупала за лиру. И в кипе, если я не ошибаюсь, или в iUSB, она до сих пор 1 лиру стоит. А здесь 3,29. Поэтому я вам не скажу, где дешевле. Должны сами сравнивать цены. То есть выбор тут большой, а вот где дешевле, я не знаю. Смотрите, шейкер 100 лир, 75 лир. Я не думала, что они такие дорогие. Ложечка вот 7 лир. Паша Бахче. Ну, его посуда, в принципе, этой марки всегда была дорогая, но качественная. Ее любят турки. Корзиночки, разные свечи. А здесь у нас вот как для пиццы. Ну, что, как? Для пиццы. Для хлеба. 33. Досточки вообще интересные, конечно, подача. И пошли подносы. По 6 лир, по 8, по 12. Но здесь уже подороже, 22. Вот такие по 5 лир. У меня были для масла. Я выбросила, потому что, куда стекает на пластик масло, невозможно отмыть. Просто нереально. То есть мой вам совет. Берете стекло, сверху, крышечка любая. Это самое лучшее, что нужно придумать. Большой выбор разных стакан. На 4 человека. На 69, 29 набор. С трех блюд. То есть там 12. И здесь вот эти кокосовые корочки 30 лир. А в Икеа они дороже. Ведра, корзинки. Порошок здесь дешевле, чем в Мигросе. На пару лир. Целые склады шампуней, бумаги. Оптовая закупка. Здесь будет на одной пачечке, может быть, разница 30-50 копеек, не больше. Если, например, приезжают рестораны, какие-то фирмы, они должны иметь карточку. И вот тогда они могут купить оптом. Там запищевые красители. А здесь такая вкусняшка. Пошла карамельный соус. И всякие разные соусы. И все для того, чтобы делать тортики самими. Чубок, чоколадка. В конце фрукты, овощи, рыба. И сейчас на запах рыбы слышно на полмагазина. Молочные продукты и мясо. Смотрите, вот эта рыба на Балжаре точно 20 лет. Здесь она 12 лет. Например, черри на Джума базаре на Чаршамбе можно купить за 5 лет. Здесь 9,50. Помидоры тоже. Что такие дорогие-то? 11 лет. Вау. Помидоры на базарах по 5 лет спокойно покупать. Такая цена, потому что это 100% натуральные. Без всяких химических добавок. Гуляя по магазину, я увидела, что много семей приезжает и закупается большими корзинами. То есть не только отели сюда заезжают. При входе вы можете взять бесплатно карточку, чтобы воспользоваться всеми акциями, которыми предоставляет магазин. Если вы уже будете в этом районе, то можете сравнить цены. То есть от Икеи, от Агоры идти сюда 5 минут пешком. Я надеюсь, мои видео нравятся вам. Если да, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пишите, пожалуйста, в комментариях, какие еще темы вас интересуют. И я обязательно буду рассказывать о них. Желаю вам хорошего дня или вечера.